здравствуйте в эфире новости на телеканале ю тв о важных интересных событиях произошедших в оренбурге не только расскажут наши корреспонденты и я софия пирогова и вот главные темы выпуска вода так и не ушла из снт садовод поселка берды почему с начала летнего сезона на водоемах оренбуржья погибло семь человек в оренбурге прошел межрегиональный фестиваль кавер исполнителей поема главным об этом подробнее смотрите далее денис паслер проверил как идут ремонтные работы в центре оренбурга глава области в компании сергей салмина прогулялся по советской кирова по набережной и проверил как исторический центр оренбурга приводят в порядок в работе у строителей сразу несколько зданий исторического фонда на советской дорожные работы идут по графику как и на набережной несмотря на выходные ведь за лето необходимо сделать большой объем работы десятки тысяч домов в оренбурге уже освободились от паводковой воды но также остаются потопленными 58 участков в частности вода так и не ушла из снт садовод поселка берды на месте побывала наш корреспондент алена гадяева вода по пояс повсюду тины и болотный запах пока большинство оренбуржцев уже приступили к восстановлению своих домов жители снт садовод вынуждены наблюдать как их жилье продолжает гнить в плену воды в отличие от остальных массивов затапливать здесь начало не в начале марта а в конце апреля по словам жителей это была вовсе не река закмара а грунтовые воды изначально уровень доходил до полутора метров сейчас же приблизительно по колено местами чуть выше и сохраняется такой уровень уже более полутора месяца руслан барикшанов проживает в этом массиве уже более 10 лет период затопления у него пострадал только приусадебный участок часть воды стоит до сих пор по словам мужчины запостроены жителями земляной дамбы водой сакмара их никогда не затапливала однако 2024 год внес свои коррективы то есть когда у нас вода уже уходить начала сакмара то есть начала падать уже уровень сакмара начал падать значит растаяли грунтовые воды пришла вода с той стороны получается со стороны сакмара там где у нас озера набрались вот эти озера перри перешли сюда по грунту и со скважин вся вода у здесь набирается люди затонувшие жить не могут здесь вот на лодках добираются охраняют еще свои дома каждый вечер а вот у елены денисовой вода попала в дом и стояла там несколько недель вместе со своей семью она теперь вынужденно проживает у друзей и вооружившись высокими болотными сапогами каждый день навещает родное жилище с 26 апреля начала подходить вода потихоньку говорят это грунтовые воды и все было воды больше больше и потом все затопило чуть ниже окон сейчас вода у нас в доме сошла а во дворе еще воды много ушла где-то на сантиметров 15 всего это несмотря на то что стояла машина мчс откачивали потом машина сломалась они уехали теперь никто не откачивает а вода так и стоит также дискомфорт помимо стоячей воды жителям массива доставляет болотный запах сейчас период особенно жаркой погоды вода начала зарастать тиной приобрела зеленый оттенок и стала источать зловоние вода не уходит дом уже весь в плесени все конечно там менять запах болотный да стоит то что она не уходит цветет жара поэтому такой запах к вечеру он усиливается и рано утром а в течение дня как бы не особо замечаем по информации администрации города в откачке воды 9 июня микрорайоне бёрды сенте нефтехимик садовод дубки 2 было задействовано 10 человек и 7 единиц техники за день откачано более 25 кубометров воды 10 июня аварийно-восстановительные работы продолжались задействовано 61 человек и 28 единиц техники алена гадяева олег берендеев телеканал ютв в мэрии оренбурга прокомментировали ситуацию с душными автобусами первый заместитель главы оренбурга вячеслав объедков поручил директору оренбургских пассажирских перевозок разобраться в ситуации как сообщает муниципальное предприятие система кондиционирования функционировала но во время движения транспортного средства снизилась мощность обдува будет проведена проверка оборудования в случае обнаружения неисправностей автобус будет направлен в ремонтный цех где сотрудники технической службы устранят неполадку также добавили что все автобусы предприятия ежедневно перед выходом на линию проходит технический осмотр специалисты проверяют основные системы влияющие на безопасность и комфорт пассажиров в том числе системы кондиционирования воздуха с начала года в оренбургской области зафиксировано 15 происшествий на воде из них 11 с летальным исходом в числе жертв ребенок всего с начала летнего купального сезона то есть 1 июня мы имеем печальную статистику у нас уже погибло 7 человек всего за период с начала года на водных объектах оренбургской области произошло 15 происшествий в результате которых погибло 11 человек если брать аналогичный период прошлого года то здесь тоже в результате 15 происшествий погибло 14 человек во всех случаях погибли мужчины кроме того утонул 14-летний подросток стоит отметить что 11 и 12 июня в оренбургской области произошло 4 происшествия в результате которых погибло 4 человека мчс россии по Оренбургской области призывает соблюдать правила безопасности на воде. В связи с наступлением устойчивой жаркой погоды, понятно стремление проводить время больше у водоемов. В связи с этим хотелось бы к вам обратиться. Соблюдайте меры безопасности при нахождении на водоемах. Желательно все-таки пользоваться официальными пляжами. Соблюдайте меры безопасности. Особо хочу обратиться к родителям. Ни в коем случае не упускайте из виду при нахождении на водоемах. Своих детей. В Оренбурге прошел международный фестиваль «Поем о главном». Музыканты на протяжении двух дней выступали для жителей города, а также посетили мастер-классы профессионалов. На концерте в Центре детского творчества промышленного района побывала наш корреспондент Юлия Писарева. «Поем о главном» – фестиваль кавер-групп не только Оренбургской области, но и Республики Башкортостан. Более 40 команд приняли участие в конкурсе. Победители получат возможность медиапродвижения и продюсирования. Идея проекта пришла Оксане Качаевой. Она заметила интерес молодого поколения к кавер-исполнению. Нужно сказать, что в Оренбургской области ежегодно наблюдается рост молодежных кавер-групп и исполнителей. К сожалению, нет такого проекта, где бы эти коллективы могли бы встречаться, развиваться. Нужно сказать, что тот факт, что были заявки из других регионов, только позволил приобрести в фестивале конкурсов статус межрегионального, но и доказал, что организаторы проекта выбрали правильное направление. Конкурсантов оценивало профессиональное жюри. В их числе был заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан Азамат Хасаншин. Он отметил серьезность и высокий уровень музыкантов. По его мнению, сегодня не хватает профессионалов в этой сфере. Поэтому такие фестивали сейчас востребованы. Мы просмотрели несколько десятков номеров, наверное, больше 80. Были присланы в самых разных номинациях. Это и вокальное исполнительное, вокальное, инструментальное, инструментальное, сольное. В целом, конечно, у нас очень поющие, талантливые люди, талантливый народ, много молодежи. Каждый из кавер-группы имеет свою историю. Группа «Парадокс» выступает больше 10 лет. По словам художественного руководителя Евгения Коденкова, для них важен сам процесс выступления. И когда встал вопрос, участвовать или нет, они, не думая, согласились. Послушать других, показать себя, это же так интересно все равно. На то она и музыка. Все зависит от желания самих участников. Так решил и Александр Шабольников, руководитель группы «Маэстро». Для своего коллектива он увидел еще и возможность научиться новому. Конкурс, во-первых, интересен тем, что здесь в жюри сидят московские профессионалы. В том числе, вот сегодня я посетил мастер-класс замечательного уфимского педагога. Очень интересный был мастер-класс по аренжировке. Также с нетерпением жду, конечно же, мастер-класс знаменитой вокалистки Этери Бриашвили. Фестиваль «Поем о главном» был реализован при поддержке регионального Центра развития культуры Оренбургской области и Министерства культуры Оренбургской области с использованием гранта на развитие гражданского общества. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите в нашем телеграм-канале. С вами была София Пирогова. Всего доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok